Здравствуйте! В Москве 18 часов. Вы смотрите информационную программу здесь и сейчас на телеканале «Дождь». В студии Дмитрий Казнин и Анна Мангай. Это мы расскажем вам о главных новостях к этому часу. Боинг заставили лететь ниже. Как заявили в авиакомпании Malaysia Airlines, разбившийся лайнер должен был пролететь над Украиной на высоте 10 660 метров. Но фактически летел на 600 метров ниже. На эту минуту на месте трагедии найдены тела 181 погибшего. Всего на борту было 298 человек. Больше всего 189 граждан Голландии в стране травм. Россия не будет забирать черные ящики упавшего малазийского Боинга. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, расследованием трагедии будет заниматься Международная организация гражданской авиации. Но в ближайшие 15 минут мы не будем говорить о причинах крушения Боинга, не будем гадать, что именно стало причиной падения самолета. И если его сбили, то кто именно? 298 жизней. Это одна из самых кошмарных трагедий в небе в истории авиации. Вот имена некоторых погибших. Глен Томас Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения. Ему было 49 лет. И он один из 9 британцев, кто погиб в небе над Донецком. Родился в городе Блэкпул в последние годы жизни. Работал в офисе Всемирной организации здравоохранения в Женеве. Глен Томас наш коллега. Долгое время он работал журналистом BBC. Как написал сегодня в твиттере шеф англоязычной службы телекомпании Ричард Портер. Это трагедия и для Всемирной организации здравоохранения, и для BBC. Глен Томас был одним из 100 пассажиров Боинга, летевших на конференцию по борьбе со спидом в Мельбурне. Регис Кролла. 22 года. Работал в ночном клубе Air в Амстердаме. Любил серфинг, часто летал на Бали, кататься на доске. За 4 часа до трагедии выложил в Инстаграм фото посадочные талоны на рейсе MH17. С комментарием я очень счастлив. На этот час комментарий РИП на его странице в Фейсбуке оставили больше 10 тысяч человек. Ген. 60 лет. Ученый, медик. Бывший глава общества по борьбе со спидом. Родился в Амстердаме, где получил степень доктора медицины. С конца 80-х годов посвятил себя изучению вируса иммунодефицита человека. В 90-е основал благотворительный фонд помощи больных спидом. В 2001-м создал организацию «Фармаксесс», которая обеспечивала бесплатными лекарствами тех инфицированных, кто не может себе позволить дорогую вакцину. Майкл Кеслер, нынешний глава общества по борьбе со спидом. Назвала его смерть главной утратой медицинской общественности. Конференция в Мельбурне отменена не будет. Ее посвятят памяти Ланге и других погибших коллег. Ирена Джордж Бероус. Пожилая пара из Австралии. Вчера они не погибли. Несколько месяцев назад, в марте этого года, самолет «Малайзия Аэрлайнс» пропал где-то в Индийском океане. На борту авиалайнера тогда находились 12 членов экипажа и 227 пассажиров. Там тогда был их сын Родни со своей женой Мэри. Ирена Джордж Бероус не успели оправиться от потери, как вчера, 17 июля, спустя всего 115 дней. В самолете той же малайзийской авиакомпании разбились их внучка Мари вместе с ее мужем Альбертом. Именно их вы сейчас видите на своем экране. Они тоже возвращались из отпуска домой. Эмма Белл, 28 лет. Школьный учитель из Австралии. Вскоре после университета Эмма переехала жить на северной территории в труднодоступную коммуну Манегрида. Это в 500 километрах от Дарвина. Учила детей аборигенов в специальных школах английскому языку, математике, литературе. Возвращалась домой после европейских каникул, чтобы подготовиться к началу нового учебного года. Мо, Эви и Отис Маслин. 12, 10 и 8 лет. Возвращались вместе с дедушкой, бизнесменом Эсперта, с которым провели европейские каникулы домой. Мама и папа должны были лететь следом. Они задержались в Голландии по работе, в то время как детям нужно было готовиться к новому школьному году на родине в Австралии. Родители пока решили не возвращаться домой и остались в Амстердаме. Элейн Теух и Эмилем Махлером, 27 лет. Элейн родом из Пингана, это в Малайзии. Эмиль голландец. Девушка училась в университете Мельбурна в Австралии. И вместе с молодым человеком они все лето путешествовали по Португалии и Нидерландам. Летели в Австралию на собственную свадьбу. Познакомились они, пока оба работали в финансовой компании IG Australia. Но Эмиль с января перешел на новую работу. И Элейн взялась подготовкой к свадьбе. Друзья и родные молодых людей создали в Фейсбуке страничку памяти. Вот она. Майкл и Кэрол Клэнси. Австралийская пара, они летели в первом классе. Хоть такие дорогие билеты были для них большой роскошью. Но из-за проблем со здоровьем супруги решили доплатить за длинные перелеты. А летали Майкл и Кэрол в Европу на три недели, чтобы отпраздновать выход Майкла на пенсию. Их дочь рассказала, что родители очень волновались перед поездкой. Оба никогда не были в старом свете. Но за время отдыха они выложили несколько фотографий, на которых были очень счастливы. Мы будем помнить их по этим снимкам, написала в Фейсбуке их дочь. Роджер и Джилл Гарт. 66 лет, пара из Тувумба, штат Квинсленд, Австралия. Они возвращались из отпуска в Европе. Роджер был директором лаборатории патологии Квинсленда. В понедельник собирался выходить на работу. Джилл тоже была врачом, но ушла на пенсию. Председатель службы здравоохранения Австралии Майкл Хоррен назвал Роджера любимым учителем для сотен врачей страны. Роджер был активным участником клуба бегунов Тувумба. А Джилл была постоянным членом клуба по игре в бридж. У пары было трое детей и двое внуков. Халу Сатанака, 30 лет малазийцам, в инстаграме публиковал последнюю видеозапись еще целого самолета. Давайте посмотрим. Люди только садятся на борт в аэропорту Амстердама, складывают вещи на полки. Сам Халу получал психологическое образование в университете Роттердама. И летел домой навестить родителей. И судьба по подписям под этим видео очень волновался перед взлетом. Погибли непростые голландцы. Погибли очень известные люди. Страна скорбит. Конец цитаты. Так в нашем эфире описал состояние, в котором находится королевство журналиста Губерт Смитс. Но пока родственники не решаются лететь на место трагедии. В Москве и в Киеве у зданий дипломатических миссий цветы и свечи. Если вы тоже хотите почтить память погибших в авиакатастрофе, вот адреса посольств. Посольство Нидерланды в Москве находится в Калашном переулке, дом 6. Посольство Малайзии на Мосфильмовской улице, дом 50. С вами была Анна Мангайт и Дмитрий Казнин. Прямо сейчас без комментариев, как в мире скорбили пожертвам авиакатастрофы. Прямо сейчас без комментариев. Прямо сейчас без комментариев. Продолжение следует... Поехали! 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 Поехали!